Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас как всегда приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Ионосфера. Данный индикатор содержит в себе целую систему, разделенную на несколько основных индикаторов, принадлежащих к одному похожему алгоритму работы. Сам по себе индикатор сочетает в себе сигналы и уровни поддержки сопротивления. Кроме стандартных сигналов в системе присутствует инфопанель, которая рассчитывает статистику индикатора за определенный период. Стоит отметить, что на различных ресурсах данный индикатор является платным, но с нашего сайта вы сможете скачать его бесплатно. Устанавливаются индикаторы стандартно в терминал MetaTrader 4. В данной системе настраивать стоит только один индикатор, но настройки мы рассмотрим далее. Чтобы не настраивать самостоятельно индикатор и график, в конце статьи можно будет скачать шаблон. А если у вас возникают проблемы с установкой индикаторов, то вы можете посмотреть данное видео, в нем подробно рассказывается о том, как это сделать правильно. А теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим некоторые полезные настройки данного индикатора. Все необходимые настройки изменяются в панели индикатора ионосфера. Но данные настройки не имеют прямого отношения к торговле. Они больше относятся к статистике данного индикатора. Единственное, что является важным, это экспирация, и ее стоит устанавливать такой, какую вы используете в торговле. Поэтому для 1 минуты оставляем 1 минуту, для 5 минут ставим 5 минут и так далее по каждому таймфрейму. Обратите внимание, что сигналы всегда равны одной свече. А это значит, что таймфрейм лучше выбирать такой, какая была указана экспирация. Также в настройках можно включить систему Мартингейла, но это относится только к статистике. И соответственно, если поменять настройки на Мартингейла на следующей экспирации, то получим такую статистику. И таким же образом можно посмотреть на следующий фильтр Мартингейла, который будет использоваться на следующей свече. С такими фильтрами можно легко проводить анализ и выбирать тот, который подходит более всего по прибыльности. Но не стоит забывать, что использование системы Мартингейла несет в себе дополнительные риски, поэтому ее стоит использовать с особой осторожностью. Также в настройках можно указать сумму каждой сделки, чтобы посмотреть статистику. Вводим 50 долларов и получаем статистику по суммам 50 долларов на каждую сделку. Соответственно, если вы торгуете, используя 10 долларов для одного опциона, то вам стоит вносить в настройки 10 долларов и для вас статистика будет посчитана по-другому. Последнее, что можно указать в настройках, это период тестирования для статистики. Но обычно стандартного периода вполне достаточно. Если говорить о правилах торговли, то они элементарно просты. Все, что нам необходимо для покупки опционов, это стрелочка вверх для опциона Call и стрелочка вниз для опциона Put. Но стоит обратить внимание на следующий важный момент. Во время торговли не выйдет использовать каждый сигнал, так как многие сигналы являются тестовыми. Но о сигналах, которые нужны для самой торговли, система предупреждает заранее. Помимо стандартного алерта, перед свечой, на которой нужно будет покупать опцион, появляется боковая большая зеленая стрелочка. Поэтому всегда можно знать, на какой свече нужно будет покупать опцион. И такой подход в данной системе делает ее очень удобной. Конечно же по своему желанию вы можете открывать сделки на любом сигнале, но лучше всего придерживаться стандартных правил. Также стоит обратить внимание на то, что предварительные сигналы исчезают после появления основных сигналов. И поэтому их не будет видно на истории. А теперь давайте попробуем поторговать на реальном счету и посмотрим, каким образом работают данные сигналы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok